здравствуйте ребята сегодня мы продолжаем разбирать магнитный поток и рассмотрим связь магнитного потока и явление электромагнитной индукции для этого вспомним следующее что такое магнитный поток вспомним нашу схему стандартную схему которую мы рисовали в прошлый раз у нас есть магнит северного с повернуты северным полюсом и магнит повернуты южным полюсом тогда линии магнитного поля силовые линии магнитного поля будут направлены от севера к югу и от северного полюса к южному полюсу если мы расположим контур так если мы расположим примеру контур вот таким вот образом то мы сможем рассчитывать мы сможем определять количество силовых линий через контур используя формулу магнитного потока другими словами магнитный поток это сумма всех силовых линий пронизывающих некоторые замкнутый контур и определяется формула f равная f равная b вектор магнитной индукции любую в любой точке пространства или можно сказать в любой точке принадлежащий контуру можно построить векторы магнитной индукции которые будут в данном случае направлены вниз в любой точке абсолютно они будут равны это будет называться векторное поле вектор b умножить на с так как каждый кусочек данного контура можно представить как площадь бесконечно кусочек площади с бесконечно малыми размерами и через каждый этот бесконечно малый кусочек будет проходить к нему можно построить вектор магнитной индукции b к этой точке в этом случае чтобы определить все векторы точнее точнее просуммировать скажем так все векторы нам необходимо просуммировать все вот эти вот кусочки поэтому а сумма всех этих кусочков это у нас площадь таким образом bs ну и как в нашем случае показано если контур у нас находится под некоторым углом к оси оси соединяющий северный южный полюс то есть вот например у нас ось если у нас контур находится под некоторым углом то мы берем его косинус косинус этого угла косинус угла альфа косинус угла альфа вот у нас магнитный поток то есть магнитный поток это число линии магнитной индукции пронизывающий замкнутый конур контур внесенный в это магнитное поле это магнитное поле хорошо хорошо таким образом магнитный поток магнитный поток мы можем изменить следующими способами во-первых мы можем изменить магнитную индукцию мы можем изменить дельта b то есть изменение изменение магнитного поля то есть силовые характеристики магнитного поля то есть мы можем менять магниты и соответственно будет меняться b и соответственно будет меняться магнитное магнитный поток второе мы можем изменять площадь дельта с мы можем не заменять площадь кстати мы это показывали уже то есть если мы будем к примеру использовать вот такую вот схему рельсы магнитное поле крестиком показано и некоторые стержень под ключами электрический ток плюс минус то под действием силы ампера стержень у нас будет изменять свое положение и в этом случае у нас будет меняться также и поток магнитный поток мы можем изменять площадь изменение площади ну и третий вариант который также мы показывали мы можем изменять угол то есть ориентировать ориентировать контур дельта альфа до ориентировать контур угла угла наклона можем ориентировать контур в пространстве под любым углом вот три варианта которые способны способны повлиять на изменение магнитного потока теперь мы переходим к самому важному самому важному явлению которое было открыто майклом фарадеем и является основой на сегодняшний день является основой для получения энергии из электрической энергии из любых видов энергии из тепловой из механической из атомной и так далее то есть превращение в электрическую энергию других видов энергии то есть работа закона сохранения энергии в деле да закон сохранения энергии у нас говорит о том что энергии не появляется и не исчезает она из лишь превращается из одного вида в другой так вот на одном из прошлых уроков мы рассматривали следующее то есть если мы к этому контур подключим некоторый ток и будем его менять этот ток то у нас будет происходить вращение контур будет вращаться майкл фарадей когда он работал над данным явлением он понимал что если мы будем к тому моменту уже закон сохранения энергии уже был сформулирован и майкл фарадей понимал что если мы будем изменять электрическое поле то будет создаваться механическая энергия то есть механическая механическая работа будет совершаться а что если мы будем совершать механическую работу и будем получать электрическую энергию с точки зрения философии и опять же с точки зрения закон сохранения энергии все абсолютно логично и данное явление одно из тех явлений которое было найдено не как просто простым совпадением или случайностью да а как как поиск того что должно быть с точки зрения логики или математики или или того и другого или каких-то рассуждений то есть майкл фарадей точно знал что так так должно быть и он это нашел он это определил и у него ушло около 10 лет на то чтобы все это связать математические каким-то образом объяснить эти вещи все то есть построить встроенную теорию скажем так чтобы обнаружить и как-то облечь это все в встроенную физическую теорию таким образом на сегодня у нас есть одно из самых величайших открытий и самое на мой взгляд так самое важное и самое до сих пор интригующее явление почему потому что вы смотрите давайте теперь перейдем к следующему мы только что сказали что происходит явление электромагнитной индукции сейчас давайте сначала дадим определение потом уже будем рассуждать так вот для магнитной индукции точнее для магнитного потока вот магнитный поток да мы определили три способа изменения магнитного потока и вот один из этих способов чаще всего используют именно изменение угла наклона изменяя угол наклона мы будем изменять магнитный поток а если мы будем изменять магнитный поток то будет происходить превращение механической энергии мы будем вращать контур механический сами руками а а на концах будет возникать некоторые ds это удивительное явление удивительное явление но нашло подтверждение во многих экспериментах на его еще раз повторюсь на его основе работает все на сегодняшний все генераторы динамо динамо машины любые генераторы переменной или постоянного электрического тока теперь этот магнитный поток этот магнитный поток создает эдс но проблема в том что магнитное поле напрямую не способна воздействовать на заряды магнитное поле не способны воздействует на заряды чтобы возникало какое-то взаимодействие напрямую магнитного потока магнитного поля на заряды необходимо чтобы было еще и электрическое поле следовательно явление электромагнитной индукции связано с тем что переменная магнитное поле у нас здесь именно переменной магнитной поле потому что поток у нас здесь меняется если будет меняться какой-то из этих параметров то и будет и изменение магнитного поля будет меняться и изменение магнитного потока соответственно и изменение у какое-то изменение угла скорее всего да и вот это изменение приводит к появлению некоторого переменного электрического поля а вот это уже электрическое поле уже воздействует на заряд заставляя их двигаться в одном или в другом направлении то есть суть электромагнитные индукции явления электромагнитной индукции это порождение порождение электрического поля магнитным обратное действие порождение и перри перемены причем обязательно должны переменные переменная магнитное поле порождает переменная электрическое поле переменная магнитное поле порождает переменная электрическое поле рассмотрим следующий пример здесь будет более наглядно понятно пусть у нас есть подвешенный на тонкой нерастяжимой нити контур кольцо ну или моток несколько витков медной проволоки несколько витков медной проволоки если мы будем использовать магнит полосовой магнит приближать полосовой магнит к кольцу то внутри кольца точнее по кольцу будет протекать электрический току по кольцу будет протекать электрический ток следовательно где-то создается где-то здесь в этом кольце создается электрическое поле которое заставляет течь электроны по кругу по этому кольцу и вследствие этого возникает электрический тук то есть вот у нас линием линии магнитного поля при приближении при приближении эти линии магнитного поля начинают пронизывать данное кольцо причем именно при движении вот это самое важное движение движение состав заставляет изменяться один из этих трех параметров один из этих трех параметров меняется следовательно изменяется магнитный поток магнитный поток изменяется следовательно изменяется и электрическое поле которое создается внутри этого кольца которое и создает электрический ток внутри этого кольца сейчас у нас получается до электрический ток будет направлен точнее магнитное поле должно быть направлено в эту сторону чтобы отталкивать тогда электрическое поле электрический ток по правилу буравчика будет направлен вот сюда вот таким вот образом электрический ток будет направлен отсюда и вот вот таким вот образом если примеру толстая сторона у нас с этой стороны на нашей стране да а то у нас внутренняя к сторона у нас внутренние дальние вот так то электрический ток будет течь вот сюда вот таким вот образом будет течь следовательно по правилу буравчика будет возникать магнит новое магнитное поле новое магнитное поле которое создано уже индукционным вот этот ток который появился здесь внутри этого проводника называется индукционный ток индукционный индукционный ток этот индукционный ток напрямую зависит от того как быстро меняется магнитный поток как быстро меняется магнитный поток численно численно данное данное явление явление электромагнитной индукции можно описать следующим уравнением понятно что как мы уже сказали для того чтобы возник электрический ток необходимо электрическое поле а электрическое поле подразумевает появление разности потенциал чтобы заряды двигались от одной точки другой нам необходима разность потенциалов чтобы заряды скатывались из одной точки с потенциалом большим потенциалом в точку с меньшим потенциалом происходил скатывание мы об этом говорили когда рассматривали статической статический заряд и точнее электродинамику постоянно электрический ток самое начало постоянно электрического тока так вот разность потенциалов дельта и мы можем обозначить как напряжение ну а если это есть напряжение будет если у нас силы которые создают разность потенциалов электрической природы а если они какой-то другой природы то мы можем разность потенциалов обозначить как ds ds и вот ds с индексом и будет ds индукции введем понятие ds индукции ds индукции и ds индукции возникает в том случае если магнитный поток как-то влияет на замкнутый контур и в этом контуре возникает магнит возникает индукционный ток в этом случае говорят об ds индукции можно определить ds индукции то есть величину которая заставляет течь заряды заставляет появляться индукционным току и ds индукции ds индукции как раз и равна изменению магнитного потока за некоторое время то есть скорость изменения магнитного потока насколько быстро один из вот этих трех параметров меняется как я уже говорил чаще всего меняется именно угол то есть чем быстрее вы будете вращать или здесь например чем быстрее вы будете придвигать или отдалять вот этот вот магнит тем больший ток будет у нас создаваться внутри вот этого вот кольца ну и соответственно если у нас кольцо неоднородно а создана из нескольких витков то количество витков умноженное на дельта финна дтт будет определяться индукционным индукционным ds или ds индукции ну и обязательно здесь должен быть минус минус про минус мы немного позже поговорим знак минус возникает вследствие правила линца которые мы более подробно более подробно объясним на следующем занятии единственное что я скажу это то что вот вот этот вот минус то есть если бы был плюс то идет индукционный ток был бы в обратном направлении и тогда линии магнитной индукции уже у кольца то есть магнитной индукции линии магнитного поля созданы индукционным током они бы были бы направлены в другую сторону и тогда кольцо и магнит бы притягивались друг другу но это противоречит экспериментом во первых во вторых это противоречит закон сохранения энергии еще раз повторяю мы об этом более подробно поговорим позже когда будем изучать правила линца сейчас нам нужно понять следующее как я уже сказал для того чтобы возник индукционный ток чтобы возникла и ds индукции и возник индукционный ток нам необходимо обязательно некоторая электрическая природа напрямую магнитное поле не создает разность потенциалов она должна создать сначала породить сначала электрическое поле причем вихревое магнитное создает вихревое электрическое поле вихревое магнитное создает вихревое электрическое поле а уже электрическое поле будет создавать индукционный ток и вот это вот то что я сейчас проговорил это гипотеза принадлежит самому одному из самых талантливых и самых величайших ученых конца девятнадцатого века джеймс кларк максвелл который занимался именно теорией электрического поля его знаменитые шесть уравнений которая полностью описывает электромагнитное поле используется до сих пор до сих пор никак не видоизменились были некоторые уточнения в только в константах но сама структура уравнений максвелла никаких изменений не претерпела уравнение максвелла является фундаментом для радиосвязи для электромагнитных распространения электромагнитных волн электродинамики и так далее и гипотезой максвелла как я уже сказал является то что переменная магнитное поле создает переменные или вихревое магнитное поле создает вихревое электрическое поле а уже электрическое поле должно создавать электрический ток и вот здесь вот является вот здесь вот физики или вообще в данном явлении физики данного явления закрыта или сокрыта скажем так точнее я неправильно выразился прошу прощения здесь вот в данном явлении данное явление можно использовать еще кое-каким образом представьте себе что у нас нет этого кольца вот нет этого кольца что происходит изменение магнитного поля мы только что сказали что вихревое магнитное поле держите этом голове фигуре магнитное поле создает вихревое электрическое поле а вот если есть заряды то тогда и создается индукционный ток если зарядов нету то индукцион ток не создается но электрическое поле то создается и вот переменные магнитное поле которая способна переменная электрическое поле создавать и и лежит в основе радиосвязи то есть создавая переменная магнитное поле вот такой вот переменная магнитное поле в в пространстве такое переменная магнитное поле можно создать с помощью вот так вот да если сделать можно создать с помощью катушки индуктивности катушки индуктивности если пропускать через него если пропускать через него переменный электрический ток тогда вокруг будет создаваться магнитное поле которая которая в пространстве так как это поле переменная то она будет создавать перпендикулярное ему вот как здесь до перпендикулярно ему электрическое поле перпендикулярное электрическое поле а это перпендикулярное электрическое поле способна она переменная она тоже перемены она способна создавать переменная магнитное поле а переменная магнитная создает переменная электрическая переменная 3 что-то переменная магнитно и так далее вот здесь вот кроме конечно же катушки индуктивности также данное такое переменное магнитное поле может создать любой любой провод помню бесконечный бесконечно длинный прямой проводник либо просто 4 штыревая иногда говоришь штыревая антенна как раз таки антенна и является источником таких переменных электрических колебаний и вот если на приемную антенну придет такая волна точнее так такое переменной электрические переменной магнитные то на приемнике можно считать что мы отправили отсюда от передатчика к приемнику здесь далее усилитель и все остальное и мы способны без использования каких-то зарядов до без электрического тока без индукционного тока создавая в пространстве в пространстве возмущение с помощью магнитного поля мы способны создавать вот такой вот электрическое поле электромагнитное поле которая способна передавать информацию еще раз повторяю данный принцип лежит в основе электросвязи в основе радио связи именно электромагнитная индукция электромагнитная индукция вот тот момент когда электрические перемены электрическое поле способно создавать перемен магнитное насчет переменного магнитного который создает перемены электрическом мы здесь поняли поняли это или закон электромагнитной индукции или явление электромагнитной индукции а вот переменная электрическая создает переменная магнитная но это понятно то есть помним да что через проводник если мы пропустим электрический ток то будет создаваться просто магнитное поле она не не будет меняться а если она не будет меняться это магнитное поле электрический ток создает магнитное поле то есть электрическое поле создает сначала ток а этот ток будет создавать магнитное поле но электрическое поле способно создать магнитное магнитное поле переменная электрическое поле способность создать переменной магнитное поле это очень важно как я уже сказал данное явление явление электромагнитной индукции лежит в основе во первых в основе всех генераторов во вторых данное явление лежит основе радио связи радио связи ну и давайте попытаемся это все теперь объяснить математически почему это так почему так происходит рассмотрим следующую модель модель которую мы рассмотрим на прошлом занятии модель а именно это две рельсы по которым скользит потом по которым в магнитном поле скользит стержень я нарисую стержень потолще толще чем в прошлый раз чтобы можно было кое-какие кое-какие зарисовки делать внутри подключаем плюс-минус батарейку и к примеру так к примеру двигаем вектор магнитной индукции б направлен от нас в плоскость доски если мы смотрим сверху на рельсы то сверху нас и вектор магнитной индукции то есть он падает на рельсы далее так используя используя следующее утверждение а именно то что механическое воздействие изменение площади вот смотрите у нас есть так дальше кстати здесь у нас должен быть контур замкнутый я немного не дорисовал прошу прощения сейчас картинка немного будет отличаться не такая как в прошлый раз магнитный поток рассматривали в данном случае у нас электромагнитная индукция и у нас должен быть обязательно контур который будет менять свою площадь вот вот у нас первоначально контур имел следующую площадь так да и мы еще питание не подключаем прошу прощения вот здесь вот питание нет питания возникнет позже вот у нас контур который замкнут вот здесь он контур замкнут контур здесь замкнут и имеется некоторая площадь контур имеет некоторую площадь то есть вот эта длина вот это у нас ширина если мы будем двигать самостоятельно руками двигать этот стержень то мы будем изменять площадь правильно а по закону электромагнитной индукции и сначала вспомним магнитный поток bs косинус альфа изменение магнитного потока должно сопровождаться точнее изменение вектора индукции или изменение площади или изменение угла сопровождается изменение магнитного потока следовательно если мы будем двигать вот этот стержень с некоторой скоростью в в этом направлении то мы будем изменять площадь если меняется площадь значит будет меняться и изменяется площадь один из параметр значит будет меняться и магнитный поток изменение магнитного потока изменение магнитного потока будет сопровождаться созданием созданием и ds индукции вот и ds индукции минус дельта f на дельта т распишем изменение у нас происходит именно площади поэтому не трогаем б косинус альфа перпендикулярно поэтому косинус равен параллельно точнее не перпендикулярно а параллельно если площадь плоскость плоскость контура плоскость контура у нас лежит в плоскости доски тогда нормаль как вы помните у нас она перпендикулярно всегда и нора если нормаль перпендикулярно линия магнитной индукции параллельно прошу прощения перпендикулярно плоскости и параллельно линия магнитной индукции то в этом случае косинус равен единице дельта f по другом никаким нету дельта f это у нас что минус b осталось только дельта s деленное на дельта t дельта s деленное на дельта t площадь площадь здесь у нас неизменным остается некоторая некоторая ширина или обозначим ее некоторые ширина l и длина ну или расстояние на которая продвинулась на которой продвинулась продвинулся стержень за время ты за время т его можно обозначить как вы умножить на тар вот это вот расстояние можно обозначить как в умножить на таким образом дельта s вспомним ds этом на что длина умножить на ширину в данном случае вы умножить на т это у нас длина то есть расстояние которую уменьшилось произошло изменение и умножить еще на или на ширину и мы можем сюда подставить в т на и деленное на в дельта т изменение произошло за некоторый промежуток именно времени ты здесь дельта т она сократится у нас получится минус b до 20 минус b минус b в умножить на или так ну в данном случае также уместен синус альфа почему потому что вектор векторы должны быть ну они могут быть перпендикулярно могут быть под каким-то углом но в данном случае так как они перпендикулярно мы синус опускаем синус альфа так и тогда и ds индукции в конечном итоге будет равняться минус b в умноженное на l b в умножить на l теперь почему так происходит ну то есть откуда откуда появляется у нас заряды откуда ds индукции появились то есть потому должна же должна же быть должно быть некоторое объяснение то есть в одними формулами здесь не обойтись теперь обратимся к силе лоуренса но смотрите заряды некоторые заряд допустим отрицательный заряд если его двигать но если стержень двигать то и заряды тоже будут двигаться если будут будут двигать а если движутся заряды то используя определение силы лоуренса точнее способ определения сил лоуренса по по закону лоуренса точнее по правилу определения сил лоуренса у нас так как стержень движется со скоростью в следовательно и у заряда в скорость в эту же сторону четыре пальцы в сторону направление движения ладонь ладонь мы ориентируем так чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь то есть ладонь будет смотреть на нас но и так как это у нас отрицательные заряды то мы ток приняли как положить движение положительных зарядов поэтому четыре пальца в эту сторону так как мы рассматриваем сейчас электроны то тогда большой палец будет направлен вниз они вверх вверх большой палец направлен был бы вверх если бы мы рассматривали положительные заряды движение положительные зарядов то есть движение сил тока но Но так как мы рассматриваем электроны, еще раз повторяю, электроны движутся в обратном направлении. Если сила тока от плюса к минусу, то электроны движутся от минуса к плюса. Поэтому электроны будут двигаться вниз. В данном случае электроны будут двигаться вниз. И под действием силы Лоренца электроны будут скапливаться вот в этом конце проводника. Соответственно здесь будет формироваться частично отрицательный заряд. А все электроны если стекутся вот вниз, то с этой стороны будет складываться, формироваться частично положительное. Потому что там останутся только положительно заряженные ионы, которые двигаться не могут. Но все же так как они лишены электронов всех, все электроны убежали вот сюда. То все равно они будут создавать частично положительную область. И в какой-то момент здесь станет столько электронов, что новые электроны уже не могут подходить. Потому что электроны же друг от друга отталкиваются. Отрицательное здесь появится некоторое электрическое поле, которое будет компенсировать силу Лоренца. То есть сила Лоренца будет уже уравновешивать силу электрического поля, создаваемую вот этими вот зарядами в отношении новых электронов, которые будут прибывать отсюда. Ну с середины или с других частей. И тогда сила Лоренца будет компенсироваться силой электрического поля. Ф, электрического поля или силой Кулона. Сила электрического поля и силой Кулона. Тогда можно записать следующее уравнение. Вспомним. Сила Кулона, точнее напряженность электрического поля Е равна чему? Силе электрического поля или силе Кулона. Давайте ЭП напишем электрическое поле деленное на заряд. Отсюда сила электрического поля равна напряженность электрического поля Е умноженное на Ку. И это электрическое поле у нас выравнивается с силой Лоренца, которая равна КуВ, скорость движения зарядов КуВ, ну и синус альфа. В данном случае синус альфа пока не нужен. Приравниваем эти две силы. ЕКУ равна КУВВ. Заряды сократятся. КУВВ. Теперь. Напряженность. Как мы уже выяснили, как я уже это сказал, несколько раз уже говорил, обязательно магнитное поле порождает электрическое поле. Вот это самое важное. У нас уравнение. Магнитное поле, электрическое поле. АВ характеризует движение. То есть изменение магнитного поля порождает электрическое поле. Теперь свяжем ЭДС индукции. Откуда взялась ЭДС индукция? Напряженность электрического поля. Вспомним напряжение или разность потенциалов Фи 1 минус Фи 2. Это есть Е умножить на Д, на некоторое расстояние, на некоторое расстояние Д. Или это напряжение У. Как мы уже сказали, если электрическое поле, то есть если ЭДС было создано электрическим полем, то есть разность потенциалов была создана электрическим полем, то мы говорим о напряжении. Если электрическое поле было создано или ЭДС было создано, разность потенциалов была создана не электрическими силами, а какими-то другими, говорят, сторонними силами. Помните, ЭДС это у нас что? ЭДС это работа сторонних сил по перемещению заряда, именно сторонних сил. В данном случае сторонних имеется в виду магнитных сил. Тогда мы говорим об ЭДС. И тогда мы можем писать следующее. Если ЭДС записать таким вот образом, отсюда напряженность электрического поля из этого уравнения, мы не смотрим на напряжение, мы не смотрим на напряжение, мы смотрим на ЭДС только. Напряженность электрического поля это ЭДС деленное на Д. Тогда мы вот в это уравнение, в конечном итоге, подставим следующее. Вместо напряженности подставим ЭДС деленное на Д, равно В умножить на Б. Отсюда ЭДС домножим. Правую левую часть домножим на Д. Ну или в данном случае, Д это насколько передвинулась у нас, насколько передвинулся у нас стержень. Насколько передвинулся стержень. Ну или до этого мы его обозначали как, стоп, не стержень передвинулся, а электрическое поле у нас воздействовало на стержень сам. То есть у нас электрическое поле действовало на стержень. Значит берется сам весь, вся длина этого стержня. В данном случае, если взять, что рельсы были той же самой длины, что и данный стержень, то запишем здесь ЭДС равное ВВ умножить на Д. ВВ умножить на Д. И мы получим как раз таки эквивалентность вот этих двух уравнений. То есть мы вывели, мы вывели вот это вот уравнение, используя электрическое поле и силу Лоренца. Электрическое поле и силу Лоренца. А также вывели его из магнитного потока. То есть в любом случае у нас получается именно то, что должно быть правильным. То есть по двум путям пошли и получили одно и то же уравнение. Следовательно, справедливо, что ЭДС индукция у нас определяется как изменение магнитного потока по времени. Изменение магнитного потока по времени. Так. Хорошо. Я думаю, на этом можно остановиться. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...